всем привет дорогие друзья рад приветствовать вас у себя на канале в новом видосе из рубрики покупки на блошином рынке московское время 6 часов 46 минут в этот раз я не спал делать нечего суббота я решил все-таки хоть раз съездить на блошиный рынок вовремя если вы смотрели хотя бы одну-две серии из моего цикла передач пройдемся по блошиным рынком вы знаете что я приезжаю всегда с запозданием серьезным это 8 30 утра 9 утра и все самые интересные предложения все самые интересные лоты естественно разбирать на блошиные рынки ходит очень много перекупов я думаю ни для кого не секрет люди покупают что-то на перепродажу какие-то коллекционные вещи выискивают потому что очень часто попадаются такие варианты что какая-нибудь бабушка пенсионер что-то нашла на помойке либо где-то в гараже там от покойного мужа осталось там от деда от прадеда неважно они приносят это все на блошиный рынок и продают не зная рыночной цены я сам около двух или трех раз точно вот так же покупал вещи цена которым в десятки раз выше моя самая какая интересная покупка я купил компьютер отари оригинальный и плюсом абсолютно новый за по моему полторы тысячи рублей рыночная стоимость его было около 9000 рублей вот так же player тогда купили ipod за 100 рублей его рыночная цена там было 1200 где-то но все вот такие интересные классные покупки они были когда я успевал приехать вовремя самого утра сейчас вроде бы как я должен по таймингам пролезать около 25-30 минут мин до блошиного рынка также на сейчас заехать быстро с банкомата снять деньги сегодняшний бюджет где-то три три с половиной тысячи рублей обязательно ребят лайфхаки для тех кто первый раз решит поехать на блошиной рынке обязательно снимайте наличкой обязательно снимайте по 100 рублей если у вас будет возможность найти где-то много купюр до поездки по 50 рублей тоже берите их сколько сможете потому что некоторые позиции на блошинах рынках стоят по 20 рублей по 10 по 30 по 50 со 100 рублей либо с 500 тем более сдачи обычно ни у кого не бывает вы поняли о чем я говорю все друзья отправляемся в сбер снимаем деньги и выдвигаемся так все деньги снял но вы видели над мелкими я 900 там ввожу короче когда уже блин на блошинах рынках продавцы эквайринг подключат нужен какой-то супер банк с супер условиями для продавцов торсырье потому что по-другому товары которыми торгуют на блошином рынке назвать очень сложно короче бюджет рубля три с половиной у нас с вами вот сейчас если зачем так много принципе на блошинку можно и с комплектующие ли какие-то интересные электронные девайсы хотелось бы их купить а сейчас но инфляция добралась даже до блошиных рынков как вы понимаете и всякие 775 комп и теперь на блошинках по четыре с половиной пять тысяч рублей то есть даже выше рыночной цены авито только вдумайтесь я вот последние разы сколько выезжал на охоту на блошинки контента из этого не получалось ну раз вы видосов на канале не видели значит все что я снимал поначалу отправлялась в утиль потому что серию из этого не сделать сегодня надеюсь все будет по-другому все ребят час на заправку заеду чай может куплю отправляемся в балашку салтыковку думаю через полчасика будем там уже раскачали по страны перемешку с разрывными парами те кто здесь респектуют тех кто с нами респект тем кто с нами делятся чуть ли сами и записают на лесах под правильными сауны для припаркованных тазов ночью ларьков нету номеров 4к на лобовом vk inform зацени матовый альбом ну что друзья практически на финальной точке 730 припозднился пока на заправку заехал пока то да все пока деньги снял ну стандартная короче история как обычно теперь найти бы где припарковать машину моя машина заднеприводная везде лед ух нифига тут ямки какие ё-моё у меня посадка 5 сантиметров у катастрофа сколько я на бы пони не ездил лет ну-ка как проезжать змейкой ух я не коцнул нигде днище не 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 очень низкая тачка пацаны прям супер низкая даже лежаки цепляю об все хорошо все какая какой у нас план действий на сегодня самое главное забыл вам рассказать нахапать побольше электроники любой какая представляет хоть какой-то интерес для контента понимаете мобильные телефоны из прошлого из прошлой ушедшей эпохи коммуникаторы ноутбуки вообще все что угодно все что связано с техникой просто сразу предупреждаю потому что скорее всего контент будет ну в разнобой назовем его так так тут лежа тут пешеходный блин вставать нельзя о боже куда же мне встать-то назад на такой заниженной тачки сразу говорю снимать буду аккуратненько беспалево уже подхожу к рынку блошиному на мобильный телефон сверну камеру благо самсунге есть там одна один бак можно запустить видеосъемку и экран занять другим приложением а видеосъемка будет продолжаться фоновом режиме я так и снимаю в таких местах как вот блошинки и так далее народа уже много очень много очень-очень палатки стоят какие-то опять вещи одни вещи самоотстойно это вещи тряпки тряпки сраны рынок живет короче сейчас буду медленно ходить как только что-то выцеплю интересное с вами выйду на связь а Субтитры создавал DimaTorzok Так, пока ничего интересного, короче, там пара телефонов попалась, прикольных, старых, но аккумов спухли, ну, стандартная история, я брать не стал, у меня таких телефонов без аккумов валяется тоже штук 10, аккумуляторы дороже аппаратов 20 раз, чтобы один раз, два раза включить, поностальгировать такое себе, ищу дальше, я прошел только одну двадцатую часть рынка, и самые дорогие места, можно сказать, тут электроника в основном вы сами видели, Сейчас пойду по бабушкам, по дедушкам, которые всякую хрень продают Субтитры создавал DimaTorzok 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 Я знаю, что они рабочие, оба. Ну давай, ладно, раз ты... 400 за 2 нормально. 400 за 2 давай. Вот это даже 250 как. Да не, я максторой возьму. Макстору? Тебе 9-го поколения нравятся? Они у меня больше всего умирали, понимаешь? Не, вот 9-е это поколение, они не умирающие. Ты знаешь, что они массово летели прям в свое время? Я знаю, но эти нет. Эти нет. Эти уже в зеленом до сих пор горят. По братцам что у них, не знаю? А у них 4-х ядерники. Вот здесь 4-х ядерник сидит. Сколько вот этот? 500? 500. Вот эту возьмешь? Да. С бэкплейтом. Вот здесь шли подключишь, тот. Да нет, я понял. Так, 500. Я запаковываю ее. Да, подожди, что будет. У меня друг вот эти пакеты любил. Эйсер, Сугабайт, антисатанинские называл их. Ага. А вот материнка. На СС-75, что это за трудство? А тут универсай, можно с Алиэкспресс поставить. Я звал. 4-х ядерник. Я звал. Тут вот, Асусская мамка. Это что, G31? Ты не знаешь, чем сет какой? Я разбираюсь, но я 2 по 2 и все. Ладно, спасибо тебе, хорошей торговли. Не за что. Давай. А, кстати говоря, это материнка, которая ты использовала. Китая, но все равно в английском. Хорошо. Она 4-х ядерная поправлю. Все, спасибо. Не, ну я считаю, это самая эпичная покупка за сегодня. Эпичнее не будет уже ничего. Проверим. Честность продавца. Я как бы без претензий потратил копейки. Харды, если получится как-то восстановить, поковырять Хитманом данные, было бы супер. Просто что-то сегодня вообще никакой, ни электроники нету, ничего не могу найти. Ни телефонов, ни электроники. Вещи только и хлам какой-то. То есть делать нечего, да. По чем цене, Рик? 400, давай, забывай. Прям клитой. Нет. Был. Да. Сонерик древний за 400 рублей. Это топ вообще. Так, ну что, 8 часов 40 минут. Я закупился. Час я здесь провел. Как вы можете видеть, фотоаппарат зеркальный прикупил. Откуда я взял, что он зеркальный? Я снял объектив и увидел там зеркало. Он работает. Вот. Сейчас покажу. Вот. Все сработал. Он полностью мануальный, полностью ручной. Зенит Е. Короче, за 200 рублей забрал фотик. Сейчас в машину придем. Больше, к сожалению, колоритных персонажей, как продавец, пока железо не встречалось. Поэтому я, наверное, там все повырезаю, что я наснимал. Ничего интересного. Просто ходил. Вот так мелочушками всякими затарился. Сейчас в тачку сядем. Покажу вам. Там поудобнее будет. Да, друзья, закуп сегодня не супер большой. Вот фотик. И он меня подкупил тем, что ценник дармовой. Мне кажется, его на металл можно сдать за эти 200 рублей. Он алюминиевый прям. Он реально алюминиевый. Ну, мне так кажется, что он алюминиевый, по крайней мере. Весь корпус и прочее. Не намека на коррозию. Не намека на какие-то потемнения металла. Это какой-то шлифованный алюминий отполированный. Вот такой зенит Е. Не знаю, какая у него рыночная стоимость. Он очень грязный. Он прям лежал в грязи. В прямом смысле в грязи. Кто-то его хранил, ну, прямо, не знаю, на улице или в помойку его кто-то выкинул. Две сотки он точно стоит. В таком уже сильно подизношенном и потрепанном чехольчике он. Вот. То есть устройство в свое время использовали очень и очень активно. Гелик за 100 рублей купил. И только потом заметил, что у Гелика АМГ, во-первых, сход-развал сломан. Вот. Можете посмотреть. Видно, ударились куда-то, залетели в люк или в канаву. И поворотника нет. Но заметил уже, когда купил. О! Там еще сюрприз внутри какой-то. Дальше идем. Айфоны. Настоящий айфон! Айфон 5C за 100 рублей. У него нет лотка под сим-карту. Вытащены болты. И, соответственно, видно, что его ковыряли. Причем небрежно. Прямо отверткой вскрывали дисплей. Дисплей китайский. Уже клей потек. Кнопка пополам сломана. Вот эта вон она прям пополам разломана. И кнопка включения еле нажимается. Ну как? Давайте попробуем. Сейчас я его продавлю. Но он слишком легкий. Такое ощущение, что в нем аккумулятора нет. Но если он на шнурок хоть какую-то реакцию даст, уже неплохо. И вот такой вот QuickShare. Sony Ericsson купил. Тоже за 100 рублей. Мужик отдавал. Я не мог себе отказать. Простая такая мобилка. Ничего в ней крутого нет. Ничего в ней суперского нет. Но чисто как вот в коллекцию пойдет. Я его сейчас отмою, разумеется, весь. Очищу. Аккумулятор здесь уже стандартный. Литий-ионный идет. Вот. Это что у нас? Z520. Будем надеяться, что паренек, я к сожалению забыл спросить, как его зовут, не обманул. И железо рабочее. И как минимум, возможно, с винтов мы сможем что-то восстановить. Хитманом погонять, посмотреть, если они вообще живые. Ну а я же грею машину и отправляемся на студию. Более детально все это будем проверять и обследовать уже там. Ну что ж, мои дорогие друзья. Вот такие вот скудненькие покупочки у нас сегодня, конечно, немного всего. Но я на это возлагаю большие надежды. Уже, вот как только приехал, посмотрел, открыл скампо Авито, посмотрел, сколько стоит фотоаппарат Zenit E. В среднем он стоит от 700 до 1000 рублей. Короче, я вроде и не потерял деньги, да, купив вот этот фотик классический, назовем его так. А вроде бы и потерял. Потому что за 1000 они вообще якобы в идеальном состоянии продаются. Ну, по крайней мере, продавцы пишут именно так, что идеальное состояние аппаратуры. Здесь же, вот если мы открутим объектив, здесь видно, что на зеркале пыль, песчинки и так далее и тому подобное. А как вы понимаете, ну, зеркало должно быть чистое и все механизмы фотоаппарата, соответственно, тоже должны быть... О, птичка вылетела. Все механизмы фотоаппарата тоже должны быть чистыми. Но они все грязные. Так, я что-то не так сделал, и теперь... Теперь он не щелкает больше. Ну, тут... А, во, щелкнул только что. Я не знаю, как тут это все работает, честно говорю. Вот, во! О, тут сколько надо. Шторка работает, все работает, но... Пылинки, песок, естественно, этого внутри быть не должно. Хранился фотоаппарат крайне плохо. Мягко скажем. Но, в целом, он полностью комплектен, без каких-то сколов, без изъян, без следов. Как минимум, можно даже для аутентичности просто поставить куда-то на фон, например. Когда записываешь видео, как вот у меня дисковый телефон стоит, вот советский здесь на столе. Он очень приятно смотрится, на него приятно посмотреть. И точно так же вот этот Zenith Ye-то можно поставить, и это могло бы добавлять определенного шарма. Так что, я не знаю, что тут сказать по нему. У него объектив Industar 52, вот, пожалуйста. Не знаю, это китовый, не китовый. Ну, с фотиком он шел или нет. Ну, да ладно, у нас все-таки есть электроника какая-никакая. Гелик AMG есть, пусть и без одного поворотника. Гелик вот тут постоит у меня пока. Тоже будет на фоне стоять. Люблю я вот эти побрякушки, ну, не знаю. Я думаю, вы заметили у меня на фоне и на основном месте, где стол, где я записываю там видосы какие-то разговорные. Там у меня тоже всякие машинки, всякая дресня. Я не знаю, зачем я это покупаю, говорю честно. Просто, когда я иду по барахолке, вижу какой-то, ну, тот же самый фотоаппарат. Мне хочется его купить. Не знаю, на кой хрен. Ладно. Так, Sony Ericsson QuickShare. Я уверен, что он включится. То есть, если здесь не умер шлейф, он включится. Поэтому предлагаю начать и подкинуть крокодила на него. Аккумулятора, естественно, нет в комплекте с телефоном. Он сдулся уже там 2000 лет назад. Он сдулся, я думаю. С крокодилов, наверное, даже не придется его стартовать. Вот у меня от K510, от K310, от W200 аккумулятор. И он идеально сюда подходит. Закрываем крышечку. Возможно, сейчас найдем Lost Media на нем. За что я люблю подобные аппараты. За что я, ну, я сотню раз рассказывал. Люблю в целом подобные покупки. Вот сколько этот телефон не включали лет. Что там на нем может находиться, никто не знает. И ты не узнаешь, пока не купишь. И это практически беспроигрышная лотерея. За 100 рублей купить телефон. Ну, не включится. Да и хрен с ним. А вот если включится, так будет интересно. Давайте пробовать. И ничего. Хотя очень странно. Нижняя часть должна как-то реагировать хотя бы на включение. О! Опа! Он включился, ребята! У него явные дефекты шлейфа. Мне так кажется. Еще кнопка чуть не с первого... Вот. Только хотел сказать, не с первого раза реагирует. Но эти полоски не будут нам мешать ознакомиться с содержимым телефона. Поэтому вообще никаких проблем в этом не вижу. Какая у него подсветка кайфовая. Что ж, друзья, предлагаю вам изучить его содержимое. Заходим в сообщение. Без обиды. Хорошо. Завтра исправлюсь. 23 сентября 2010 года. Ребят, что W200, короче. Что вот этот телефон. Привет, любимая. Ну-ка, ну-ка. Это девочки телефон был. Привет, любимая. С наступившим. Здоровья, любви. Я уничу сегодня. Ты как? Ничего не понял. Димон поздравляет. Оля. Оля, поздравляю. С наступающим Новым годом. Телефоном это этим Оля пользовалась. 31 декабря 2009 года. Посмотрите, сколько тут всего осталось. ММС-ки интересно есть. Тут какая-то карточка. Кто-то отправлял контакт с помощью телефона. Так, с Днем России. Пожалуйста. С Днем России. И Билайн бы воспользовались услугой обещанный платеж. Ну, ММС-ок нету. То есть, они бы отображались во входящих сообщениях. Давайте зайдем в галерею. Изображение. Скачанной картинки, естественно, есть. Ну, все по стандарту. Фото с камерой. Так, фото с камерой есть. Фото с камерой, блин. Как будто я про каких-то с камеров рассказываю. Нет, просто все смазано. Так, и мужчина какой-то. Плохо видно его. Какой-то мужчина в артефактах. И смазанные фотки. И кто-то смазанный идет. Ну, фотографии здесь не особо. Шесть штук, из которых смотрибельны только две. Так, может быть, видео какие-то есть? Файлов нет. Ну, вот этот телефон на контент, мягко скажем, небогат. И звуки. Ух ты. Что-то да есть. MP3 он поддерживает. Нагану. Круто. Громкость. Застрахуй. Застрахуй, братуху. Застрахуй. Мама родная, шо нам хулиганам надо? Немерено бабок и еще столько же вдобавок. И еще какие-то будильники, смс-ки. Ну-ка. СМС Катя. На твой телефон пришел новое сообщение. О, боже. Посмотри, вдруг там что-то важное. Ой, блин, кринж-то какой у меня. Ой, а вот это? Кто помнит этот кринж в маршрутках, в общественном транспорте, в электричках. Ай, какое время. Так, ежики. Так, а будильники? О, нормальные песни, подожди. Нормальные песни, файлов нет, вы поняли? То есть, Нагана отдельно, а нормальные песни отдельно. Их нет. Ладно. Будильник еще послушаем. Так, какого года? Когда скачали ее? В 2006 году. Охренеть. Просто охренеть. Видео диджет стандартное все. Сигналы вызовов. О, мама. Что у нас дальше? Темы. Стандартные, дефолтные. Веб-страницы, игры. Так, Аська есть? Приложение? Аськи нет. Джима нет, Галактики нет, ничего нет. Ну, ребят, слушайте, всегда бывают осечки. То есть, не бывает такого, что вот прямо-таки взял с первого раза какой-то телефон рандомный, и на нем что-то тебе, что-то интересное, что-то интересное, короче, нашлось на этом телефоне. Ни ММСок, ничего. Увы. Что можно сказать? Жалко, конечно, телефончик. Я его выкидывать, конечно же, не буду. Может быть, для чего-то когда-нибудь он может пригодиться. Следующий у нас, ребята, айфон. Я предлагаю его сразу варварски разобрать. Рубрика «Вредные советы от мудного мрака», как разобрать айфон, не имея присоски, ничего, пятерку, шестерку какую-нибудь. Берем нож обычный, канцелярский. Очень осторожно вставляем его вот сюда, в разрез корпуса. Сейчас я вам покажу. Главное, по руке себе не попасть. И отщелкиваем. Все. Вот так снимается дисплей. Ах, зараз... О, боже, как меня заскамили! Как меня заскамили! Просто жесть! Да, у меня слов просто нет. Тут, конечно, есть плата, но шлейфа просто все нахрен оторваны. Аккумулятор оторван, причем варварски. Вот виден след отвертки. Кто-то засунул вот так отвертку и просто через отвертку выломала кум. Хотя, ну, не знаю, тут, наверное, уже по-другому и не снимешь. Язычков-то не было. Кто-то уже менял аккумулятор и приклеивал на обычный двухсторонний скотч без язычков, который в пластмассу превратился вообще по итогу спустя столько лет. Я даже не знаю, как это назвать, друзья. То есть меня просто развели. Развели как лоха конченого. У меня теперь по итогу дисплей с оторванными шлейфами от 5C. Да, от 5C. И кнопка тоже с трещиной. Нет, ну это жесть какая-то. То есть это день отвала. Осталось последнее, что может сегодня хоть как-то вырулить нашу ситуацию. Макстер на 160 гигабайт. Разумеется, с типом подключения IDE. Ни о каком SATA речи даже не идет. Вот так вот. Видите, все побито, поломано. Аж выломана вот эта пластмасска. Кто-то шлейф выдирал с такой... А, вон, помяли даже, блин, пины. Короче, с такой лошадиной силой шлейф вырывали отсюда. Тут пару раз шлейф вставить. Я тоже так ломал нечаянно в своей юности. Тоже так грубо вытаскивал. Потом это все быстро фиксится. Вот так учу школьников. Шлейф очень аккуратно в натяг вставляем. И шелудим им вот так. Сейчас все ноги в порядок придут. Смотрите, фокус. Это реально фокус. И второй раз. Все ноги так сфокусировалось. На своем месте. Вот так легко отчинится. Это первый Макстер. И второй Макстер на 120 гигабайт. И самое интересное, самое дорогое в сегодняшних наших покупках. Вот такая вот плата. Это у нас DDR2. А он говорил DDR3. Вот уже первый обман. Я, конечно, пересмотрю потом материал, который я там отснимал. Это 2 гига DDR2. Разумеется, одной планкой. Это интеловская доска. Фирменная интеловская доска. И если он говорил, что здесь стоит какой-то четырехъядерный камушек, я думаю, что это что-то типа двухъядерного четырехпоточного Intel Atom. Возможно. Возможно. Не факт. Кондеры подсбитые. Да. Надо посмотреть, вообще, СМДшки нигде не сколоты ли. Вроде бы нигде не сколоты. То есть нет прям следов, что ей в футбол играли. Ну да бог с ним. Я настолько уверен в этом железе, ребят, что уже даже клавиатуру достал. Честно, не знаю зачем. Я думаю, что оно должно включиться. Это, кто не понял, откуда вот такие платы. Это терминалы, это рабочие станции. То есть, ну, такие простейшие машинки, для которых, ну, не нужна какая-то суперпроизводительность. Они в кассовых аппаратах стоят, в терминалах оплаты, в любой вообще встраиваемой электронике. В некоторых вендинговых аппаратах подобные железки стоят. И давайте пробовать стартовать. Обманули нас или не обманули. Включился, но даст ли он картинку, это вопрос открытый. Пока не дает, и горит какой-то светодиод. Какая-то светодиодная индикация. Горит индикация батарейки КМОС. Надо замерить батарейку КМОС. Не зря, думаю, горит эта индикация. А, ну, понятно. Вот батарейка, вот такая. То есть, ну, все. Так, абсолютно новая батарейка Duracell. Но зато мы знаем, что парень врун. По крайней мере, изображение он не проверял, выводит ли он на... Дальше горит батарейка. Ну, горит светодиод, вернее. Что он значит, я не понимаю. Что ж, посмотрим. Самая вообще максимально бичевая и простая посткарта. Что он нам покажет? Как минимум, у нас 0, 0, 0, 0. Ну, условно. Посткоды даже не пытаются бежать. О чем это говорит? Ну, самая простая и банальная причина, которая может быть, это стерт биос. Это самая банальная причина. До самых сложных причин. Это там и отвал чипсета, и что угодно. Ну, то есть, вы видите, совершенно никакой инициализации платы не идет. Вообще никаких шевелений. Ну, а если оперативку вытащить? Сейчас у нас должны по-хорошему бежать посткоды. Ну, там вот про отсутствующую оперативку, например. Это была покупка на доверие. То есть, я поверил человеку. Ну, вы слышали, я его спросил там, по-моему, 2 или 3 раза. Точно ли оно рабочее? На что был получен ответ, что 100% это было проверено. 4 ядра, 4А, яровая видеокарта. И все это по адекватной цене. Ничего не работает. Ладно, пока у нас блок питания запитан. Давайте хотя бы попробуем раскрутить харды. Проверить, нет ли короткого замыкания по ним, чтобы не спалить мой основной блок питания на моем компьютере. Включаем первую, сколько? 120-ка это? Да, 120-ка. Он начал крутиться. Стоп. Ага, все. Он пытается крутиться и перестает. Я не знаю, как вам это передать. Он не щелкает. Раскручивает блины, перестает. Раскручивает чуть-чуть, опять перестает. Боже, ну это просто скам. Это... Как назвать это, ребята? Ну, я не знаю. Борова заскамили. Второй. Вообще, трупешник, он даже... Ой, блин. У меня слов нет, ребят. Ну, вот так это и работает. Я думаю, вы поняли. Просто подарил челу 900 рублей. Не то, что мне эти там 900 рублей супер важны, да срать на них. Ну, неприятно, когда настолько вот... Ну, скажи ты честно, я не знаю, в каком состоянии то или иное железо. Я без понятия. Вот нахрена так-то делать? Ну, это свинство. Да, не зря этот хард был с оторванным разъемом. Вот с этим. Ну, теперь у меня кусок металлолома есть. Ну, вот и все. Ну, вот и приехали. Ну, что, дорогие друзья. Знаю, что многие, когда просматривали предыдущие мои выпуски покупок на блошиных рынках, когда я вот спрятал какие-то действительно интересные гаджеты за пол цены, за треть цены, сильно возмущались, называли меня барыгой, там, перекупом. Не важно, что я обманываю пенсионеров, продаю всякий хлам. И вот сегодня вы увидели обратную сторону медали всей вот этой, ну, не побоюсь этого слова, лотереи, в которую вы играете, покупая товары на блошином рынке. Что мы с вами имеем по итогу? Меня компьютерный мастер с большим стажем, вы сами слышали из нашего разговора, заскамил на два жестких диска. Я сам мастер по компам. Я, ну, профессиональный ремонтник. И на материнскую плату от мини-компьютера, от рабочей станции. А я хотел собрать какую-нибудь приколюшку на ней. Ну, возможно, что-то поснимать. Канал компьютерный простаивает, пока идей особого для контента нет. Думал, может быть, что-то снимем. Ну, не снимем теперь. Что мы сухом осадке имеем? Айды ешлейф. То есть я за 900 рублей... Айды ешлейф рваный. Мне просто сказать нечего. Хорошо, это все в помойку. Вот просто в помойку. С айфоном дед за 100 рублей тоже обманул. Ну и я вас сфотографирую на память, смотрите. Я, как истинный Скуф и Лошара, фотографирую своих дорогих зрителей на свой ретро-аппарат. Опа! У него даже видоискатель есть настоящий. У меня отец увлекается фотоаппаратами старыми, ну, советскими. Он фотографом работал в свое время. Я ему привезу. Может быть, просто ему будет интересно поковыряться. Либо же оживить его как-то, обслужить и привести в более надлежащее техническое состояние. Потому что я, например, ну, совершенно не шарю о том, как этот фотоаппарат должен ремонтироваться, обслуживаться и тому подобное. Ни в коем случае не подумайте, что я сейчас ною. Нет, наоборот. Это получился мега интересный, познавательный контент. Вот как есть. И такое может с вами случиться. Что ж, я надеюсь, что в ближайший хотя бы месяц-два я еще раз на эту барахолочку заеду. И, чтобы найду что-то более интересное и день будет более продуктивный. Сегодня целый час проходил. Раз 20 обошел все прилавки. И, ну, к огромному сожалению, в основном это одежда, обувь и какие-то товары хозяйственных либо бытовых нужд. Там нельзя полки, мыло, бумага туалетная. Чего там только нет. Но электроники вот с каждым годом все хуже и хуже. Золотые времена электроники на блошиных рынках, вот как для меня. Я начал ездить в 2018 году. Можете мои старые видосы за 2018-19 годы пересмотреть. Какие я там вещи. Бывал там за 300-500 рублей. Покупал компьютеры целые по 800-1000 рублей. И они даже работали после какого-то определенного техобслуживания, ремонта и так далее. Сейчас что-то технику уже не особо берут. Видимо, все-таки спрос на вещи и какие-то бытовые штуки первой необходимости. Он в десятки раз выше, поэтому на что выше спрос, тем и занимаются. А электроника отошла на второй план. Даже бабки с дедами уже с помоек всякие там видаки, девидюки и прочую фигню не тащат. Ладно, друзья, всем огромное спасибо, что провели это время со мной. Всем огромное спасибо за то, что подписаны на канал. И, конечно же, огромное спасибо за то, что вы уже поставили лайк этому видео. Я надеюсь. И оставили свой комментарий. Давайте, дорогие друзья, увидимся с вами очень скоро. Я надеюсь, надолго не прощаюсь. Субтитры сделал DimaTorzok